Преподаватель йоги Наталья Перескокова рассказывает, правильно питается уже около 15 лет. Не ест рыбу и мясо, не употребляет алкоголь и тщательно следит за тем, чтобы питание было сбалансированным и организм получал белок в достаточном количестве. Да, творог мы как бы очень уделяем внимание количеству, то есть не то, что это какая-то порция 50 грамм раз в неделю, а мы едим творог каждый день, яйца определенное количество. То есть, ну прям, вот я очень слежу за белком, потому что я веду дневник, всегда дневник питания в приложении в определенном и записываю туда, сколько я чего съела. Торты и пирожные с кремом Наталья не покупает. Говорит, если хочется сладкого, лучше приготовить полезный десерт самой. В выпечке и в десертах самая такая как бы неприятная штука – это трансжиры, маргарин. И вот когда мы покупаем печенье в магазине, любое, в основном там есть вот это вот. Вот такие продукты лучше минимизировать или вообще не покупать. Лучше уж тогда простое сливочное масло хорошее купить, добавить его немножко и немножко греческого йогурта, и будет идеально. При выпечке коржей для торта Наталья вместо пшеничной муки используют рисовую, миндальную или кокосовую. А в качестве подсластителя – эритрит, натуральный дынный сахар, который вырабатывается при ферментации крахмалов. Есть натуральные сахарозаменители, а есть синтетические. Вот натуральные – это, например, финики, мед, да, мы все знаем, там, кленовый сироп, сироп топинамбура. Но по сути это тот же самый сахар. То есть организм также поднимает инсулин, если говорить, да, вот об инсулине, также поднимает инсулин, как обычный сахар. А на сахарозаменители он так инсулин не поднимает. То есть если ты не просто хочешь здорово питаться, а у тебя есть определенные проблемы с инсулином, там, преддиабет или склонность к инсулинорезистентности, вот, ну, наследственная, то лучше сахарозаменители использовать. В качестве крема для коржей Наталья рекомендует использовать размятый банан или греческий несладкий йогурт. А если нет времени на приготовление десерта, всегда можно съесть то, что под рукой – фрукты или семена чиа. Вот семена чиа, да, очень хорошо тоже. А это клетчатка, она насыщает очень хорошо, то есть когда ты семена чиа, ну, съедаешь, они еще внутри немножечко набухают. Но единственный момент, когда ты ешь семена чиа, нужно обязательно водный баланс соблюдать, то есть пить водички побольше. Когда выбираешь фрукт съесть целый или выпить сок, лучше всегда выбирать фрукты, потому что во фруктах есть клетчатка, а сок – это, по сути, по сути, это просто сахар. То есть ты пьешь сок, думаешь, что у тебя здоровый перекус, но на самом деле ты просто получаешь огромную дозу сахара, которая проскакивает очень быстро. Это быстрые углеводы. За счет клетчатки во фруктах она немножко задерживает усвоение сахара. Максим Медведев настроен не так решительно. Говорит, любит и отбивную съесть, и салатик с майонезом. Но периодически устраивает для организма разгрузку и готов поделиться полезным рецептом овсяных оладушек, которые печет без сахара. Уже надо готовить склету, сбрасывать набранное, поэтому давайте будем пробовать переходить на правильное питание. Еще от шашлыков не отказываемся, от оливье и от селедки под шубой, но иногда вот балуемся гранолой, овсяночкой и всякими другими подобными полезными блюдами. Сегодня у нас овсяные оладушки без сахара. Роль глюкозы будет выполнять банан. Для приготовления нам понадобится сегодня всего 4 ингредиента. 200 грамм овсянки, 2 яйца, 4 банана и 100 мл молока. Овсянку нужно измельчить в блендере, банан очистить от кожуры и размять вилкой. Затем все смешать в кастрюле, добавить яйца и немного молока. Сформировать оладьи и выпекать на сковороде. В идеале без использования масла. Оладьи получаются легкими и воздушными. Наши оладьи готовы. Ешьте на здоровье. Виктория Шарая, Константин Головин. События.